Такс, мы с вами залазим вот сюда, и что-то мне было нужно скрафтить, мне было нужно скрафтить... О, вот и разбился, мне повезло. Мне было нужно скрафтить вот так вот факела, и из них скрафтить... Трёх мне должно хватить, по идее, да? Из них скрафтить метки для карьер. Так, я побежал ставить карьерчик. Так, единственный минус ставления установки, лучше сказать, установки карьера на воде, это тот факт, что... Он, как бы так показать, тот факт, что он будет, ну, нужно будет ставить его, это... Ай, стоп-стоп-стоп, мне тут запекало. Ёлки-палки, чё ж я так заговариваюсь-то? В общем, нужно будет метки ставить далеко и под водой, и это неудобно. Так, давайте посмотрим. Мне, ну, наверное, проще будет вот в эту сторону карьер поставить направо, вот туда. Потом в ту сторону... Его бы подальше продвинуться, туда бы подальше, чтобы его поставить вообще весь. И чтоб 4 можно было потом поставить. Давайте попытаемся так и сделать. Эх... 4 карьера тут потянет, не потянет, не знаю. Хотя, чё, потянет, конечно, сервак мощный, в нём сколько слотов. Всё рассчитано на то, чтобы потянуло в любом случае, в любой ситуации. Так, не знаю, насколько я продвинулся. Ну, надо, наверное, вот эти 32 блока до конца добить. Сейчас я взгляну. У меня тут осталось ещё не так уж много. Но, как вы уже поняли, я хочу сделать длиннее. Поэтому продолжаемся двигаться в эту сторону. А дальше я уже просто доплыву там до соответствующей метки, я не буду бегать. Такс. Осталось чуть-чуть. Ух ты. Как я вовремя сказал, что осталось совсем чуть-чуть. Воу. Как красиво. Высокая штуковина. Вот интересно всегда, вот это вот зачем была штука, если её всё равно, как бы так сказать-то... Если всё равно так высоко нельзя сделать рамку. Рамку самого карьера. Так, давайте поставим метку вот здесь и посмотрим, докуда она... Ой-ой-ой, чуть не поняли. Докуда она длится. То есть я бы хотел, чтобы он дошёл, карьер примерно вот до этого блока и дальше не пошёл. Так, то есть мне здесь надо продвинуть её ещё на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На десять блоков вдаль. Сейчас такой момент был. Солнце на шампуре, таком синим, просто висит. На десять блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Воу. Класс. Я прям как подгадал. Так, собираем. Собираем. Ничто никуда не улетает. Ставим вот здесь, ставим вот здесь. Так, мне нужно ещё... Ой-ой. Сейчас вот таким образом разберёмся. Насколько я там в высоту надо? Раз, два. Погодите, а зачем мне её в высоту ставить? Мне по идее... Что-то я туплю. Ну ладно. Так, мы с вами плывём к концу этой меточки. Как-то всё дальше прогружается потихонечку. Вот, кстати, ребята, кто не знает, вот этот режим гады, который у меня сейчас активирован, это режим... Как он называется-то? В общем, есть такая профессия топограф. Это топографический режим высот. То есть, если я сейчас нырну, вы поймёте, о чём речь идёт. Я ныряю, и сейчас более светлым цветом будет выделяться вот это высоты. То есть, вы таким образом можете в пещерах ориентироваться, где у вас, не знаю, впадины или что-то ещё. Вот такая вот очень интересная тема. Всплываем, всплываем, всплываем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. А теперь мне нужно, по идее, погрузиться вот на этом блоке. И быстренько здесь поставить столбик. Кардую я переключу в обыкновенный режим, тем временем. Ай-ай-ай-ой. Да, точно, теперь же исправлена такая штука. Так. Метку я поставил. Ммм, по идее, мне теперь нужно вон с той стороны меточку поставить. Высоту, насколько я помню, он сам себе задаст. Почему же я лодку-то не сделал? Не догадался как-то. Вот он, дом. Отсюда видно. Вот такой забавный многоэтажка. Вот там вот я, наверное, повыше ещё его подниму, блоков на 10. Сделаю там обзорную башню просто. Вот этот верх, наверное, сделаю. В стеклянную на самом верху. Чтобы можно было залазить на верхах и обзирать. Обзирать окрестности. Как бы это ни звучало, странно как-то. Так, ставим камушек. Ставим, ставим быстрее, быстрее, всплываем. Чтобы не задохнуться. Так, прекрасно. Поставили. Давайте отметим. Ой, надо же по метке клацать надо, да? Правой кнопкой. Хэй. Хэй. А, он же от этой метки выделяет только до той, которую видит. Он так выделит. Может, всё, я понял. У меня по идее клацать не было. Вот там вот. Вот там сейчас клацаем на меточку. И он должен всё это выделить. Ну, ладно, я сейчас уже высоту не буду ставить. По идее, должно само. Должно, по идее, само. Клацаем. И прекрасно. Он у нас выделился. Вот таким образом. Ну, вроде как должно сработать. Сейчас проверим. В случае, грани у меня уже стоят. Так, давайте склопнём эту штуку. Она нам не понадобится. И ставим здесь карьер. Ага, 25. Чё? 25 чанков загружено. Обалдеть. Нифига себе. Карьерчик. 25 чанков. Хотя, по идее, 16. И те, которые вокруг, всё, по идее, правильно. Так, он у нас справа располагается. Поэтому сейчас вот здесь вот слева я от него построю небольшую вот такую штуковину. Которую у нас будет, собственно говоря, отвечать за местонахождение ящиков. Так, я по идее сейчас от него... Это мне не нужно. Туда бы факела поставить на самом деле. Что я сейчас и сделаю. Так, а, нет, он же её сколупает. Поэтому, ладно, я факела вот здесь поставлю. Так, с этой стороны я к нему подведу трубы с двигателями. Делается это у меня вот таким образом. Угу. И теперь берём... Опять, она буква и пытался откирить. Теперь берём и ставим сюда двигатель. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. А с этой стороны мы подводим к нему трубу. Булыжниковая труба. Так. Ставим... Давайте поправильно мы сделаем, да? Ставим вот так вот. От неё отводим золотую. Пусть, наверное, их будет вот такой. Вот так вот много. Такс. От неё отводим каменную вот так вот сюда. И здесь начинаем устанавливать наши с вами ящички. Так, один ящик. Второй. Ящик. Третий, четвёртый, пятый. По идее, пять ящиков. Вот так вот нам нужно установить с этой стороны. У нас остаётся ещё десять. И ещё установим вот с этой стороны. Вот таким образом. Раз, два, три, четыре. Что-то я не понял. Раз, два, три, четыре. А, нет, всё, вровень получилось прекрасно. Так. Нужно ещё чуть-чуть... Что, у меня камень кончился? Ёлки-палки. Как так-то? Ну, ладно. Камень кончился, так кончился, что уж. Сделаем сейчас деревянный помостик. Вот таким образом окружаем деревянным помостиком. Ну, наверное, даже красивее получится. Хотя, чё уж тут, какой красивее-то. Ху-ху-ху-ху. Так. Сюда ставим тоже трубу. И доделаем её вот так, вот так и вот так. Ну, на первое время, я надеюсь, нам хватит. Давайте, наверное, всё-таки вот так вот даже сделаем. Хотя особой смысловой нагрузки оно нам не принесло. Вот. Ускоряющая труба идёт до самых ящиков, и дальше оно разбегается у нас. Сортировку и прочую ерунду буду делать потом, после. Так, что нам нужно теперь с вами? Нам нужно запитать двигателя. У меня есть стаки. Вот таким образом подключенные. А это же паровые двигатели. Ёлки-палки. Нам же нужно сделать ещё... Так, ладно, я кладу в них пока что уголь. Я совсем забыл о том, что нужно сделать ещё и систему охлаждения. Это вообще полный ужас. Так, тогда я бегу. Бегу вот сюда. И... Ещё один момент. Давай, давай, давай. Добегаем. Нам нужно сделать охлаждающую штуковину, которая называется водяной накопитель. Сейчас я найду его крафт. Водяной накопитель. Давай. Вот так вот. Ведро. Два стекла. Пневматический сервомотор. У меня есть. Или у меня нет. Пневматический сервомотор. Машинная рамка. Два стекла. Будет по-любому. Так, два тина и ведро. Берём два тина. Тин-тин-тин-тин-тин. Ваник, и будет валяный слиток. И ведро у меня есть, к счастью. Так. Всё, крафтим с вами эту штуку. Верстак. Прекрасно. А, ребята, нам же ещё уплотнитель, уплотняющие трубы нужны. О, жидкостная труба золотая. Прекрасная у неё есть. Надеюсь. Нет, мне же нужно к каждому двигателю подвести. Чё-то я не подумал об этом. Так, жидкостная труба. Мне, по идее, больше их нужно. Кактусы у меня, у меня только не жареные, но сейчас это легко решить. Так. Нужно добежать вот сюда. И пожарить быстренькие кактусы в печке. Я здесь не тугуя, как обычно. Ерунда какая-то произошла. Так. Закидываем ещё это дерево, чтобы оно пошло измельчаться. Так, кактус, кактус. Ну, давай, 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 давай. Две штуки. Ой. Два уплотнителя у нас есть. Это, по-моему, ещё только две трубы будет. Ну, вёлки-палки. Ну, как же так-то? Ну, ладно, ничего страшного. Надеюсь, мне этого хватит. Четыре штучки. Мне нужны две туда, одну и вниз одну. Должно хватить. Вы сейчас думаете, куда две, куда ещё две, о чём он говорит. Ну, ребят, не волнуйтесь. Это проще показать. Котейка. Хей-хей-хей, оцелотик. Я бегу снова к карьерчику. Я помню, я как-то раз карьер оставил бы сейчас каждый был без лупени вообще. Ну, карьера поставил, молодец. Как бы ящики, двигателя, всё разместил внутри карьера. Вообще супер получилось. Так, мне нужно теперь поставить. Сделаем вот так. Ой. Ха-ха. Ладно, поставим сейчас в динамикопитель. Здесь у нас уже наполнился. Или нет, что он не наполняется? Всё наполняется. Так. Забираемся обратно наверх. И ставим трубочку. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Классно получилось. Вообще супер получилось. Слушайте, ничего себе, он быстро как работает. Вообще обалдеть. Это с одного парового генератора. Ёлки-палки. Короче. Делок ночи. Делок утру уже на самом деле. Я поставлю вот так вот. Мне на всё пофигу. Пусть у меня работают два. Их. Вот понеслась. Так как я люблю вот эту штуку. Лазер тут летает. Простраивает что-то. Пусть у меня пока что работают два. Ещё два я подключу попозже тогда. Надо было, наверное, обычную жидкостьную трубу поставить. Тоже из этого мода. Ну ладно. Так. Всё. Получается карьер-то я запустил. Карьер-то я запустил. Времечко уже выходит. Так. Мысленько так всё идёт. Классно вообще. Несмотря на то, что потратилось... Ух ты, ну ничего, ну глята есть. Слушайте, точняк. Всё, надо идти в сумеречный лес, брать этот самый. Каково? Брать по шустенькому. Дерево там рубить большое. Которое. Только нужно походу алмазный топор будет делать. Затраты, 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 сплошные затраты. Так, что ж, карьер у меня работает. И это очень классно. Большой, красивый. Ох ты, там какой-то остров, ребята. Нужно будет туда сплавать потом. Погодите, потом. А что потом? У меня есть ещё пара минуток. Я сейчас крафчу верстак здесь поставлю. Так, верстак. И я сейчас крафчу лодку. У нас сегодня поклыли туда и посмотрим, что у нас там. Так, это находится вот там. Просто как-то красиво выглядит. А-а-а, фуфлоу какое-то, ёлки-палки. Ерунда какая-то очередная. Кельм. Ах ты, ах ты, как аха, ты что сделал? Ты мне лодку разбил, бессовестно, это устрица. Какая устрица? Вот это у меня есть чернильные мешки теперь. Слушайте, ребята, вот по карте, как смотреть, далеко-далеко у остров там находите, не знаю. А он, вот он. И лес, вы видите вообще, как далеко. То есть по карте, кажется, вот я вам сейчас открою. По карте, видите, я тут остров далеко, лес далеко, мой дом вообще далеко, капец. А он, вот он, все рядом. Я, ну, по сравнению с той же самой рей-мини-мэп, вот эта карта, она как-то далеко так показывает все. А может такой зум стоит, не знаю. Кстати, тут тоже какой-то островочек. Там кто-то прыгает, кто-то, это кто-то летает. Это здесь узел ауры. Ребята, узел ауры, классно. Так, я уже знаю, что их разбивать не надо, что их нужно изучать. А, блин, я метку поставить не могу. Печаль. Но я могу поставить вот здесь вот такую метку. Добавим ее узел ауры. Так, все, можно всплывать. Ух ты, глина. Единственное, что в этой карте метки не видно, когда ходишь, они находятся, то есть только вот так вот. Что ж, ребята, я на этом моменте буду со всеми с вами прощаться. Сейчас мы заглянем еще на обратном пути в карьерчик. Я думаю, что серия удалась. Карьер я во всяком случае поставил. Наконец-то я выполнил эту миссию, которую я уже давно хотел сделать. Только ящиков, мне кажется, надо раза в два было поставить побольше. Что я сейчас и сделаю, но уже за кадром. И за одну трубу поставлю еще одну жидкость. Ребята, я очень благодарен за то, что вы смотрите мои видео. Вот. Собственно говоря, вам большое спасибо за то, что вы со мной. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как я напугался так. В общем, всем счастливо, ребятки. Всем пока. Удачки.